Это крипто-рубрика, это рубрика, где мы рассматриваем, что происходит в направлении криптовалют, в направлении биткоина. И моя задача в этой рубрике помочь обычным людям, которые хотят выйти из, так сказать, ну вот таких крысиных бегов, которые хотят избавиться от постоянной гонки за деньгами, которым действительно интересно финансовая свобода, финансовое процветание, и так как я для себя выбрала финансовый инструмент, это криптовалюту, это биткоин, то именно в этом направлении я и могу быть полезной. Соответственно, вторая рубрика, это рубрика относительно заработка на биткоине и ответы на вопросы в этом направлении. Поэтому, когда я вижу людей, которые, ну ежедневно я вижу людей, которые из-за своего непонимания, из-за недостатка знаний, иногда говорят, что кто-то там потерял деньги на биткоине, у кого-то что-то не получилось, кто-то попал в не совсем качественный, либо совсем проект, в котором, ну действительно, он был основан на лжи. И поэтому я решила запустить рубрику, в которой буду делиться своим опытом, и в которой, соответственно, буду помогать людям разобраться, что же действительно происходит в мире криптовалюты, что действительно, что это вообще такое, и как обычному человеку, какие выгоды можно извлечь из этого направления. Итак, ну начать я бы хотела как раз с определения и с понимания простыми словами. Кстати, я на всякий случай сделаю ремарку, что я не являюсь профессиональным программистом и непрофессиональным тоже. Я, в общем, абсолютно не программист, но в направлении криптовалюты я вижу перспективу с точки зрения предпринимателя. То есть предприниматель, он всегда видит, где есть перспектива, он основывается на определенных фактах, он проводит определенную аналитику, он прислушивается к внутреннему своему чутью, интуиции и двигается в этом направлении, возможно, консультируясь с определенными специалистами в этой сфере. Вот так я и поступила. Я для себя выбрала криптовалюту именно как финансовый инструмент. И моя задача каждому обычному человеку, у которого есть желание разобраться и, как я уже сказала, выйти из финансового, ну вот этого дискомфорта, объяснить, какие есть возможности в этом направлении. Итак, в принципе, что такое биткоин? Биткоин – это способ передачи данных о денежных транзакциях. То есть, так как мы с вами, допустим, приходим в банк, отправляем наши бумажные деньги, и оператор, принимая деньги, заносит эти данные в компьютер, сразу ваши деньги уже, они есть и в электронном виде, и, допустим, любой оператор в другой точке города или вообще в другой точке страны, он может также зайти в компьютер и увидеть, что эта операция состоялась. То есть, таким образом вы можете видеть свои деньги как в бумажном виде, так и в электронном. Что касается биткоина, вот биткоин – это такое же подтверждение, потому что некоторые люди говорят, а как я могу увидеть биткоин? Это такое же цифровое отображение финансовой операции. Только если мы посмотрим на биткоин, то он неконтролируемый государством. Государство не может напечатать, допечатать, довыпустить, добывать нужное государству количество биткоина. Биткоин – это децентрализованная система, которая не принадлежит государству. Биткоин – это возможность хранения денег, это возможность передачи денег, это возможность приема денег. То есть, ну, это средство платежа, которое на сегодняшний день все больше и больше популяризирует, ну, становится более принятым не только в каком-то отдельном государстве, а как раз на таком международном уровне. В разных странах все больше и больше на государственном уровне, где-то на государственном, где-то на частном уровне все больше компаний начинают применять именно как денежное средство биткоин, так и технологию, на которой он основан. Что за технология? Биткоин реализуется при помощи технологии блокчейн. Блокчейн – в переводе с английского это означает блок и чейн, это цепочка блоков. И как раз вот в этих блоках хранится информация о денежных транзакциях. Каким образом это происходит? Это происходит при помощи вычислительных операций компьютерной техники. Раньше расшифровкой блоков, созданием новых блоков, вот этих вот, в которых хранится информация, можно было заниматься на домашних компьютерах. Ну, как вы понимаете, со временем таких транзакций, операций становится все больше, то есть нагрузка на сеть увеличивается, и добывать, ну, вернее, обрабатывать вот эти все операции на домашних компьютерах становится просто, ну, как бы, не по силам, так сказать. И на сегодняшний момент все большую популярность обретает не просто домашний майнинг, не просто домашняя обработка вот этих транзакций, а промышленная, промышленная обработка вот этих транзакций. И таким образом мы плавно перешли к понятию майнинг. Вот эти вот все операции, расшифровки блоков, хранения, передачи данных об этих операциях, это называется майнинг, либо это называется добыча. Но мы сегодня углубляться в это направление точно не будем, а моя задача как раз поделиться информацией, что же в целом происходит в направлении биткоина, в направлении криптовалюты, и как обычные люди, как мы с вами можем при желании погрузиться в эту сферу и достать оттуда свои выгоды. То есть, я думаю, сейчас мы уже понятно, я объяснила, что такое биткоин и как его используют на сегодняшний момент, вот для чего. То есть, это возможность передачи, хранения данных, приема, хранения данных, передачи данных о, ну, как бы, денежной транзакции. И, ну, соответственно, если кто-то вам переводит деньги в биткоинах, то, соответственно, вы можете и принимать таким образом. Теперь давайте посмотрим, что происходит в целом в мире. На сегодняшний момент, если отойти от частных случаев от человека к человеку, то признание самой технологии блокчейн происходит, ну, действительно, в разных странах и в разных странах, на государственном уровне, на финансовом уровне, на уровне внутри таких вот крупных компаний, все больше крупных компаний инвестируют в индустрию криптовалюты. И, кстати, по поводу инвестиций. Есть такой сайт, на котором вы можете самостоятельно посмотреть, посмотреть, кто инвестирует, какие компании инвестируют деньги в инфраструктуру биткоина и, в целом, различных сервисов относительно блокчейн-технологий, биткоина, в целом, криптовалют. Есть такой сайт, который называется CoinDesk. Вы можете зайти на этот сайт, немножко разобравшись там, не так, что вы сразу зашли и вам сразу на первой странице все вам будет изложено. Вы зайдете в определенное меню и сможете увидеть, что компании, которые в свое время инвестировали, например, в разработку сервисов Google, на сегодняшний момент они инвестируют в разработку сервисов направления блокчейн и биткоин-технологий. То есть вы можете увидеть, пользуются ли вообще спросом это направление или не пользуются. Второй интересный источник, независимый источник, на который я бы вам тоже рекомендовала обратить внимание, это такой сайт, как CoinMarket, CoinMarketCap. На этом сайте, вот здесь совсем все просто, вы можете зайти на этот сайт и увидеть, что капитализация на сегодняшний момент рынка криптовалют составляет около 200 миллиардов долларов. Причем из, это, то есть сколько денег на сегодняшний момент во всех криптовалютах. То есть есть биткоин, это самая первая криптовалюта, самая такая популярная. Обычно для покупки других криптовалют используется именно биткоин в виде средств оплатежа. И вот капитализация всех криптовалют на сегодняшний момент составляет около 200 миллиардов долларов. А биткоин из этой всей капитализации составляет чуть больше 50%. То есть биткоин это вот такая вот львиная доля всего рынка криптовалюты. И основываясь на вот этих данных, вы можете смотреть. Пока кто-то в принципе не догадывается о том, что биткоин существует, еще очень много таких людей, с которыми, когда мы впервые встречаемся, бывают такие люди, их достаточно много, которые и само слово биткоин еще до сегодняшнего дня не слышали. Но зайдя на вот эти вот авторитетные независимые источники, вы можете увидеть, что на самом деле, пока большинство людей не догадываются, кто-то в это время инвестирует огромные суммы денег в это направление. Ну и, соответственно, значит, если инвестирует, значит, видит определенную перспективу. Идем дальше. Что происходит? Добрый вечер, Наталья, кто еще присоединяется? Отдельно с каждым не здороваясь, но всех вижу. Значит, идем дальше. Когда мы понимаем, что в инфраструктуре и деньги есть, что общая капитализация, она на сегодняшний момент очень большая, можно посмотреть еще на то, что происходит в разных странах. И сейчас я подготовила несколько новостей, которые, на мой взгляд, показывают, знаете, такую целостную картину мира. Например, возможно, вы уже об этом слышали неоднократно, но, возможно, и не слышали, что в 2017 году Япония признала биткоин полноправным средством платежа. То есть, для японцев абсолютно нормально получать зарплату в биткоинах. Ближе к нам, да? В России на сегодняшний момент уже около 1% людей используют криптовалюту в средствах платежа. И, кстати, в мире по общей статистике тоже около 1% людей уже использовали криптовалюту. Всего 1%, понимаете? То есть, к тому времени, когда уже 99% будут пользоваться криптовалютой, основная, ну, то есть, те люди, которые, кто обычно зарабатывает, кто первый, да, тот, наверное, что-то знал и чего-то успел себе поднакопить. Потому что, когда все остальные приходят, они обогащают тех, кто был в самом начале. И то, что сегодня рынок криптовалют еще недостаточно признан, недостаточно, как бы, известен везде, то можно посмотреть с разных сторон. Кто-то думает, что это никому не нужно, а кто-то понимает, что это индустрия, которой всего еще даже 10 лет нет. В 2009 году появилась сама технология, и биткоин потихоньку-потихоньку начал добываться. Вот, то есть, около 1% людей в мире и в России в том числе уже используют криптовалюту. По исследованию, около 5% людей в России хотели бы получать также, ну, использовать криптовалюту в средствах платежа, потому что это удобно, возможно. Я не знаю, почему они, но я бы использовала криптовалюту, потому что это удобно, потому что это быстро, это нет лишних вопросов в банке, где взял и кому отправляешь, и почему именно столько отправляешь. Вот, есть, знаете, кто пользуется банками, особенно международными платежами, понимаете, что не всегда уж это удобно. По поводу, вот то, что я уже сказала, что вы можете самостоятельно зайти на CoinDesk и посмотреть, какие компании на сегодняшний момент инвестируют в направлении криптовалюты. Один из таких вот значимых инвесторов, на которых многие люди, как бы, ориентируются как человека достаточно успешного, потому что этот человек является одним из богатейших людей в мире, это Уоррен Баффетт. Напишите, пожалуйста, плюсик, кто когда-нибудь слышал такую фамилию, либо имя-фамилию, как Уоррен Баффетт. Это, ну, как я уже сказала, это человек-мультимиллиардер, который периодически занимает первое-второе место по рейтингу Forbes на мировом уровне среди богатейших людей в мире. Так вот, его холдинг на сегодняшний момент, хотя Уоррен Баффетт там говорил, что, типа, криптовалюты, это, может быть, и не совсем там перспективное направление, но говорить можно одно, да, делать другое. И со временем мнение имеет свойство также меняться. Так вот, на сегодняшний момент холдинг, который принадлежит Уоррену Баффету, он как раз инвестирует в направление финтех-технологий и блокчейн-стартапов. То есть в те, так сказать, компании, которые только-только стартуют и в которых есть перспектива для развития. И вот богатейшие люди мира инвестируют в это направление. Кстати, по поводу изменения своей точки зрения, знаете, есть такая, ну, так сказать, пословица, слышал кто-нибудь, если ты не можешь, как это, остановить восстание, да, то его нужно возглавить. Слышали когда-нибудь такое? То есть когда ты понимаешь, что ты не можешь чем-то управлять, то умельцы думают, значит, этот народ нужно возглавить. И, ну, то есть, так как народ уже объединенный какой-то целью, человек берет и просто возглавляет это восстание. Слышали когда-нибудь такое? Или, может быть, видели? Ну, в общем, жду от вас обратной связи, друзья, потому что эфир проводится для вас. То же самое у нас происходит и в рынке криптовалюты. Изначально многие страны говорили, типа, они, может быть, даже не воспринимали саму технологию блокчейн, биткоин, как что-то действительно стоящее, мощное, сильное. Но так как движение все больше и больше нарастает, они, ну, со временем теперь понимают, что остановить это уже невозможно. Остановить работу биткоина невозможно, потому что задействованы огромные мощности, компьютерные мощности по всему миру, которые занимаются подтверждением транзакций. Транзакции эти, соответственно, отменить уже невозможно. Подделать невозможно, ничего с ними сделать невозможно. Остановить вот эту вот уже запущенную махину, ее невозможно. Соответственно, на сегодняшний день что происходит? Значит, например, во Франции французский парламент предложил приравнять доходы от криптовалют в следующем году от доходов от других активов. То есть они уже изначально, как бы, мы не принимали, а теперь со временем они уже говорят, что давайте мы приравняем процентную ставку от доходов, которые люди получают от криптовалюты, и мы приравняем к налогу от других различных там их активов. В Таиланде, тоже в Таиланде на сегодняшний момент рассматривается, либо уже вот-вот готова к принятию внедрения блокчейн-технологии, то есть как раз вот эта технология, которую невозможно подделать. Ты не можешь, если ты совершил операцию, и благодаря технологии блокчейн множество подтверждений получено, причем эти подтверждения, они происходят автоматически, отменить уже невозможно. И вот в Таиланде принимается решение о том, чтобы как раз контролировать людей, их уклонение от налогов при помощи технологии блокчейн. Вот, то есть это то, что на сегодняшний момент происходит. Что еще интересного? Американские ученые, знаете, они любят проводить разные исследования. И на сегодняшний момент этими же американскими учеными было проведено исследование, по которому было определено, что за 2018 год именно в направлении добычи криптовалют потрачено больше энергии, чем для добычи драгоценных, либо редко таких вот земельных металлов. То есть в криптовалюту потрачено больше энергии в 2018 году, чем в добычу, так сказать, полезных ископаемых. И, кстати, в других новостях видела, что представители, ну, либо как это, руководители пяти штатов в США открыто заявили, что они поддерживают криптовалюту, что криптовалюты – это дело, ну, имеет место быть, и от них уже мы никуда не уйдем, мы либо это принимаем, либо криптовалюты сами по себе войдут в нашу жизнь. Друзья, не устали? Как вам поток информации того, что происходит в целом в мире? Вы знаете, пока мы можем с одной стороны игнорировать, с другой стороны мир не стоит на месте. И потом происходит так, что одни люди стоят со стороны и думают, о, откуда это все произошло, а другие люди участвуют вот в этом развитии, вот в этом технологическом процессе. И в тот момент, когда вот как сегодня, например, биткоин снизился, вчера он там стоил 6,5 тысяч, сейчас я буквально перед эфиром зашла и увидела стоимость там, все пятерки были 5, 500, 54, то есть 5,5 тысяч. И в этот момент у некоторых людей возникает вопрос, а что, все, биткоин сдулся, там все-таки пузырь лопнул и так дальше. И ты понимаешь, что человек владеет абсолютно поверхностной информацией. Человек, зайди на источник, в котором ты увидишь, что в целом происходит с капитализацией криптовалюты. Человек, зайди, посмотри, какие суммы денег за год проинвестированы в оборудование, которое добывает криптовалюту. Вот этот мультимиллиардный рынок, он не может в один день взять и исчезнуть. То есть какие-то люди инвестируют огромные суммы денег в то, чтобы это направление развивалось. И в тот момент, когда происходит снижение цены, в этот момент для кого кто-то воспринимает это как распродажу. То есть те же люди, которые инвестируют большие суммы денег, создается определенный новостной фонд, на котором люди, которые ничего не понимают, начинают продавать, а те, которые понимают, они во время падения вот этого курса внизу они начинают скупать. Таким же образом получается, что одни люди постоянно беднеют, потому что они не хотят смотреть вглубь, они не хотят разбираться, они не хотят понять, в чем суть вообще. А другие, понимающие суть, понимающие перспективу, они всегда богатеют, они покупают внизу, продают наверху. Потому что бедные люди, они когда видят рост, они начинают покупать. И всегда находятся те, кто покупают вот здесь наверху. А те, которые закупаются внизу, они вверху продают. Таким образом происходит, ну вот такая, кто-то это называет несправедливостью, а мне кажется, что это как раз справедливо по отношению к тем людям, которые все-таки не ищут легких денег, не ищут какую-то игру, в том числе в интернете. Быстрее зайти, быстрее заработать, но в таком случае получается, как обычно, быстрее потерять. Поэтому если мы хотим действительно зарабатывать, в индустрии нужно разбираться, нужно окружить себя новостями, нужно понимать целостную картину вообще, что происходит в мире. И что же с этим всем делать? Где же тут выгоды для обычного человека? Для того, чтобы заработать на криптовалюте, она у тебя должна быть. Когда-то мне, причем не один раз, разные люди спрашивали, как мне заработать на криптовалюте. Я говорю, ну тебе нужно приобрести биткоин. Это что, мне что-то вкладывать надо? А как вы можете заработать на недвижимости, если недвижимости у вас нет? Как вы думаете, как можно заработать на недвижимости, если недвижимости нет? Как можно заработать на курсе доллара, если у тебя в руках нет доллара? То же самое и биткоин. Ты можешь понаблюдать со стороны, как цена растет, как цена падает. И через, как сейчас встречаю людей, которые говорят, а я знал про биткоин, когда он стоил еще 100 долларов. И говорю, хорошо, а что ты с этим сделал? Ничего, я просто наблюдал. И мы с вами, может быть, вы тоже наблюдали, как биткоин поднимался до 20 тысяч долларов. И мы, может быть, кто-то из вас просто за этим пронаблюдал, видел, как он был по 100, и видел, как он был по 20 тысяч. И пронаблюдали. Есть вторая категория людей, которые знали, что, вернее, даже был у них биткоин, когда он стоил по 100 долларов. И знаете, что они чаще всего делали? Когда он был по 200, они его продавали. То есть, те люди, которые сейчас бездумно покупают биткоин, когда он стоит 5,5 тысяч, они, если они не понимают перспективы на ближайшие 3, 5, 10 лет общей этой индустрии, они его продадут по 10 тысяч. И подумают, что они хорошо как бы заработали. Потом пройдет 2-3 года, и они будут рассказывать, что они слышали про биткоин, когда он стоил 10 тысяч. А в тот момент биткоин будет стоить уже 100 тысяч. Понимаете? В чем разница? Когда мы хотим заработать быстро, и когда мы видим перспективу и подходим с мышлением бизнеса, с мышлением инвестиций. Поэтому первостепенно, возможно, для кого-то, кто будет смотреть это видео в записи, что делать? В первую очередь нужно понять, как ты хочешь, с какое количество биткоина ты хочешь иметь в тот момент, когда он будет стоить 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Может быть, это будет через 3 года, через 5 лет, может быть, через 10 лет. Это ты уже сам можешь сделать этот вывод, когда ты изучишь информацию по тому, что уже происходит, основываясь на том, что я вот только что рассказала. Каким образом можно подготовиться к этому моменту? Можно купить биткоин, если у тебя сейчас есть достаточно денег, ты можешь купить несколько биткоинов и подождать, пока цена вырастет. Один из вариантов, который я использую, это добыча биткоина. Это ты инвестируешь деньги не в покупку биткоина, а в то, чтобы у тебя было оборудование, либо в составе крупного пола, который занимается добычей, чтобы у тебя была часть оборудования, которая добывает тебе биткоин. И он у тебя будет добываться год, он может быть два, может быть три, может быть пять лет. И таким образом ты как раз сделаешь определенный капитал в зависимости от своей инвестиции, к тому времени ты как-то подготовишься. Есть вариант трейдинга. Обычно, то есть, это купить дешевле, продать дороже. Обычно люди думают, что это очень легко и быстро, но это легко и быстро, когда рынок растет. Когда ты без особых знаний можешь туда включиться и, в общем-то, у тебя все всегда растет. Купил дешевле и у тебя полгода растет. Но при этом, так как ты не являешься профессиональным трейдером, я видела много, много, много людей, которые на вот этом энтузиазме покупали и радовались, а потом оказывалось, что они, ну, в лучшем случае возвращались к той цифре, которая у них изначально была. А то и оказывались в минусах. То есть, это полностью новая профессия, требующая затрат времени, требующая затрат ресурсов и, как показывает практика многих людей, это затрата времени, ну, практически, ну, полный, не то, что полный рабочий день, а полный день, а то и ночь. Вот это что такое трейдинг, который, кажется, купил дешевле, продал дороже. Вот. И также есть направление бизнеса, который вы создаете сами в направлении, которое, ну, то есть, да, вы понимаете, что направление блокчейн, криптовалюты, оно перспективное. В этом направлении вы можете заниматься разработкой сервисов, оказывать какие-то услуги, возможно, по приему, по обмену криптовалют, онлайн-сервисы, разработке каких-то ботов там и так дальше. То есть, вы можете в этом направлении что-то начать делать для того, чтобы быть поставщиком услуг либо какого-то продукта, либо возможно зарабатывать по партнерским программам. То есть, например, в том бизнесе, который я развиваю, я уже сказала, это направление добычи криптовалюты, то у нас есть и партнерская программа, по которой как раз можно самому разобраться, что такое биткоин, как его добывать, и рекомендуя людям проходить обучение, рекомендуя людям, помогая людям разобраться в направлении биткоина, получать зарплату в биткоинах. То есть, таким образом ты и сам зарабатываешь деньги и миру также несешь помощь, чтобы люди не думали, что биткоина не существует, а ты-то уже знаешь, что он есть. Напишите, пожалуйста, друзья, в чате, какой из вариантов вы бы хотели, либо, возможно, вы уже сейчас используете, либо в какой вы бы хотели, в каком направлении вы бы хотели развиваться. и кто тоже будет смотреть это видео в записи, вы также, пожалуйста, поучаствуйте в чате и напишите, где вы, как бы вы хотели подготовиться к тому моменту, когда биткоин будет стоить десятки тысяч долларов. Вы бы хотели сейчас, может, у вас есть уже финансы, вы просто готовы его сейчас купить, или хотели бы накопить, хотели бы добывать, но это долгосрочная инвестиция, или вы хотели бы уже сейчас зарабатывать, развивать бизнес, потому что, например, не буду сейчас долго об этом рассказывать, кому будет интересно узнать подробнее о том, какой бизнес можно в этом направлении так сказать организовать, то также обращайтесь, поделюсь более подробной информацией. Напишите, пожалуйста, кто сейчас чем занимается, если уже занимаетесь криптовалютой, либо в чем хотели бы развиваться. Вот. Ну, в целом, я думаю, моя миссия на сегодня выполнена. Мы с вами посмотрели, что же происходит с биткоином, что это вообще такое, что в мире происходит, ну и какие есть варианты для обычных людей, как этой ситуацией воспользоваться. А, ну есть, конечно, вариант, который выбирает на сегодняшний момент большое количество людей, это просто понаблюдать. Этот вариант никто не отменял, можно ничего не делать, просто понаблюдать, что будет, ну и а вдруг биткоина завтра не будет? Гарантий же нет. Гарантия, как в любом бизнесе, мы не можем знать, сколько будет стоить завтра золото, сколько золота будет стоить через год. Никто же нам не может поставить печать и прогарантировать. Мы не можем знать, сколько будет стоить недвижимость, мы не можем знать вообще никакой гарантии, мы дать не можем, сколько будет стоить доллар через год. Знаете? Не знаете. Потому что мало ли, что вообще может произойти с долларом. Но биткоин на сегодняшний момент показывает на протяжении 9 лет достаточно хороший рост. С 2009 года началось его развитие. И с нескольких центов на сегодняшний момент цена его поднялась до нескольких тысяч долларов. И показывая определенные взлеты и падения, мы также видим постоянный общий тренд роста. Друзья, ну что, на этом мой эфир я буду завершать. Спасибо тем, кто был в прямом эфире и принимал активное участие. Кто будет смотреть в записи, если видео вам полезно, ставьте также, пожалуйста, лайк. Пишите вопросы, пишите комментарии, которые у вас возникают. Так, по-любому надо, Дима говорит, по-любому надо иметь биткоины на будущее. А будущее не за горами. Это правильно. Так, накопить побольше биткоина перед ростом. В 2019-2020 году биткоин будет 100 тысяч. Вот, представляете, как вы будете себя чувствовать, если в 2019 году биткоин будет 100 тысяч, а у вас одного биткоина нет. И вот, когда мне посещают такие мысли, я просто спать потом спокойно не могу. Какое количество людей вокруг меня и не знают пока о биткоине, и как я себя буду чувствовать, если в тот момент у меня не будет столько, сколько бы я могла усилий приложить и поднакопить этих драгоценных биткоинов. Друзья, ну что, на этом буду все-таки эфир завершать. Еще раз спасибо вам большое за внимание. Какие есть вопросы, смело пишите. И также предложения по следующим эфирам в направлении как бизнеса и криптовалюты, так и в направлении второй моей рубрики «Гармония духовного и материального». Пишите свои предложения. И так как эфиры эти я провожу для вас, то вы заказываете темы. Отличного вам вечера. Спасибо за участие. И пока-пока.